В марте 2010 года Бог сделал для меня особый подарок. Он подарил мне сына. Один день, когда я его переодевала, я заметила в области паха выпячивание. Попав на прием к детскому хирургу, нам поставили диагноз правосторонняя паховая грыжа и выписали направление на операцию. Должны были делать с двух сторон. То есть двухсторонняя паховая грыжа и операция была назначена через два дня после приема врача. На что я дала отказ. Врач мне сказала такие слова. Мамаша, вы своего сына подвергаете опасности, потому что может быть рецидив, может быть ущемление, ущемление грыжи. И это чревато определенными последствиями. Нужно будет экстренное лечение, экстренная госпитализация ребенка. Если вовремя не прооперировать, то ущемление приводит к воспалению брюшной полости. И еще врач предупредила меня после отказа, сказала, что тогда ваш ребенок должен полностью отказаться от физической нагрузки, от активного образа жизни. Так как любая физическая нагрузка, любое поднятие от тяжести может привести к ущемлению или еще большему выпячиванию. Так как мой ребенок вел активный образ жизни, я просто не представляла себе этого. То есть его нужно было просто привязать к стулу и целый день он должен был сидеть на стуле. Иногда ночью, когда я слышала, как мой ребенок заплакал, я вскакивала. Просто у меня был сразу такой страх и спух. У меня всплывали слова врача об ущемлении и все последствия этого ущемления. Я его осматривала, начинала молиться, но оказывалось, мой ребенок просто хотел попить воды. Я вспомнила из своего детства ситуацию, когда у меня была паховая грыжа. Пять лет мне сделали операцию. И такая мысль появилась о том, что это наследственное. Просто у него это раньше произошло. Занялась поиском в интернете решения этой проблемы другим способом. Я обыскала все странички, все форумы, но везде было только два метода. Это либо операция, либо поход к бабке, которая будет своими заговорами отшептывать эту грыжу. Я молилась и просила Бога решить эту ситуацию. На следующий день у нас было воскресное богослужение, где пастырь проповедовал слово о фундаменте. Вы знаете, любое служение, семья, бизнес, карьера и что бы там ни было, все, что бы ты ни строил, своя докторская диссертация, все, что бы ты ни построил, если ты это основал на камне, и этот камень является Иисус Христос, этот дом никогда не разрушится. Твое строение будет стоять вечно и прославлять Бога. Аминь! В нашем городе Новомосковске строилась церковь, храм Божий. И было основание, это фундамент. Была постройка фундамента. Я заключила завет с Богом. Те финансы, которые я приготовила оплатить врачам, я отдам тебе на строительство твоего храма. Я написала обет и пожертвовала на строительство фундамента 3000 гривен. После заключенного с Богом заветом я твердо стояла в вере. Мы молились вместе с моим сыном. Я возлагала на него руки, провозглашала места с Писания. Провозглашали Псалом 90-й. После чего мой сын просто его выучил, будучи ему. Было два с половиной года, и он уже знал Псалом 90-й. Просто он говорил своими словами его. Через три недели мы получили результат от Бога. То есть грыжа постепенно уменьшалась в своем размере. И через три недели она исчезла полностью. Несмотря на запрет врачей об активности, физической нагрузке, мой сын продолжал ездить на велосипеде. Он продолжал поднимать тяжести. Он очень сильно любил помогать мне нести тяжелые сумки с магазина. То есть, несмотря на это все, Бог продолжал действовать своим исцелением. И он завершил это исцеление. Через год после исцеления от паховой грыжи, я со своим сыном Ильей пришли на осмотр к хирургу, чтобы они посмотрели и поставили диагноз. На что врач просто сказал, что мы полностью здоровы и можем вести активный образ жизни и заниматься спортом. После того, как я заключила с Богом завет и принесла жертву на строительство храма, Бог полностью исцелил моего сына Илью от паховой грыжи, без хирургического вмешательства. И я благодарна ему за это. Сейчас моему сыну 5 лет. Он продолжает вести активный образ жизни. Он не сидит на месте. Он сейчас занимается греко-римской борьбой. У него очень большие успехи. Его тренер хвалит. Он один из первых. И о грыже мы не вспоминаем. Никакого выпячивания нет, так как говорили, предвещали нам врачи. Доверяйте Богу. Не бойтесь заключать с Ним завет. Бог верный Бог. Приносите жертвы, и вы увидите чудо в своей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok